Сегодня все те же 18 апреля, пока без изменений. Вышли мы на посев нута в поле предшественник озимый ячмень. После уборки была выяснена смесь покровных культур. Но здесь грунт немножко по-другому все выглядит, чем вот предыдущая на посеве этого гороха. Ну а сейчас посмотрим, как здесь будет состояние посева и почвы. Здесь опустили прорезные диски турбоножей. Посмотрим, как будет получаться. Там уже решим поднимать, убирать. Здесь сразу видно, картина совсем другая, засеялка. Глазу приятно. Плохо ветер и жарко, выдувает все быстро. Так, сейчас глянем. Прорезные диски с налипшей грязью, что не есть, наверное, хорошо. Это лишнее. И глубина их сколько тут. Читаю, выше этой штуки. Да дофига, Васильевич. Вот сантиметров 7. Наверное, надо вымелить. Оно нам надо. Вот видите, оно как бы набирает. А без них как? Где-то на 5-5 с половиной. Сейчас попробуем и посмотрим. Посмотрим, что за колеса. Жестко. Куда-то же наделось. Накопните просто. Может задавило просто. Нужно что-то было еще сеять. Найдем включую камеру. Недолго. Ну, такое. Не шибко. А здесь-то да где? Куда-то же оно должно было деться? О, нашелся. Понятно, оно просто удавил, утоптал. Смотрите, это под стороной. Да, сбоку. Слушай. Ну, вымелили прорезные диски чуть-чуть. И уменьшили давление на прикатывающие колеса. Посмотрим, будет ли цилиндры выжиматься. И будет ли глубже, лучше. Ну, глянем. Вот эта вот грязь, конечно, неправильно. Вытаскивать всю эту влагу. Проблема. Очень широкая волна, 20 миллиметров на прорезных дисках. Надо уже, но нету в наличии. Видать, никто эту сейлку для нулевого посева не использует. Да, цилиндры не сели на сошняках. Вот цилиндры сошняков не сели на клипсу. Соответственно, они не вытягивают своего давления. Прорезные диски вымелились, считай, наполовину от того, что было. Но зато сейчас не вытягивают влаги столько. А сошник лезет. По-самому я не могу. И что? Шесть. То есть глубина прежняя сохранилась. Но он влагу не тянет. Да, сейчас вот он не разбрасывает. А за колесами давай, глянь. Опять он. Рыхлый, мягкий, мокрый. Ну тут еще, может, и помягче стало. Ну вот здесь, может, есть смысл придавить, да? А это что? Ну, прикатывающий. Нет? Не горит. Сошник. Или немножко по... По-трамбоваж. Ну да. Почварей. Ну так. Нормально. Давайте еще где-нибудь гоним. Чуть дальше. Здесь чуть мельче вышло. Здесь, может, на колесе где-нибудь. Это я взял специально. Вакторин встал. Не, в смысле, что? Опрыскиватель там или нет? Ага. Не, это на том самом. На соломе. Пошел. Пошел. Посмотрим, какая плотность здесь, на этом поле. Так, смелее, не бойся. Да давишь. Ну, хватит. Это астер. Здесь получается пять штук. Где-то больше тридцати. Давай дальше. Хорош, хорош. Вытаскиваю. Понятно, дальше что-то. Резко не толкай. Я понял. Плавно. Да. Сильно, но плавно. Это за колесом, наверное, комбайна. Да, шутит. Сейчас оно проскочит. О! Все, то есть оно пять сантиметров и дальше пошел. Да. Дави, дави, дави. Здесь плотнее почвы, чем на том пульт. Достаточно. Далеко. Давай дальше. Вот здесь, да, тут нету колеса, вроде не было. Тут тоже первые пять-семь сантиметров, он дальше идет. А потом идет же мягко. Хорошо. Хорошо. Сейчас дойдем до бывшей мужчиной кучи. Которые были вот здесь по краю в великом множестве. Глянем. Что получается после прохода сеялки на них. Ну вот как бы вот так вот. Большого перепада по высоте как бы нет. Она выравнивает, заглаживает. Я думаю, что при следующем посеве оно вообще сойдет на нет. Здесь чуть хуже. Куча была выше. Просто то, что они натягивают, там поедается, проплевает. Она пустота нашли. Там солома и зерно. Поэтому большой проблемы как бы я не вижу. Ну думаю, что и сходы здесь будут другие. И поглядим потом по кучам, как будет выглядеть нут. Ну это как бы здесь вот так вот выглядит сам посев. Здесь не такая груда, потому что не такая корка. Корка более тонкая и она более мягкая. Там на том поле после сорга я не мог и лопатой металлической сковырнуть ту корку. А здесь вот у тебя пластиковая лопатка, вот у тебя она крошится. А там я лопатой совковой стучал. Не мог ничего ей сделать. Не знаю, или почва на том поле какая-то другая. Или после сорга она так ее стягивает. Или то, что здесь покров более равномерный. Вопросов миллион, ответов пока нет. Сниму семена. Привезли вчера ночью семена турецкие. Сорт называется Гоксу. Или Гексу. Шиши поймешь. Такие очень крупные, симпатичные. Чтобы размер был понятен. Я вот на фоне 25 копеек это сделал. Масса где-то 420 грамм. Но это те, что привезли. А вообще, как бы их сортовые, они там до 470 грамм, по-моему, весят. Сейчас их протравят. Фунгицидным протравителем, инфектицидным. Надо уходить. Техника безопасности привезли к вам. Вот эта упаковка. Вот название. Гоксу. Или Дёксу. В общем, уже такое. Привезли на поддоне. На поддоне было 40 мешков. Или 20 мешков. 20 мешков на поддоне. И были упакованы. Поддон был упакован еще вот в Биг Бэк. Интересная такая упаковка. 50 килограмм. Да, 20 мешков.